Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале КишМишПлей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Atomic Heart. Я, мне кажется, загадкой разобрался. Если честно, мне кажется, что я почти с ней разобрался. Знаете, что нужно сделать? Это ж не обязательно с этой стороны подлазить, я же могу сверху запрыгнуть и взломать его. Поэтому теперь осталось только подобрать комбинацию, чтобы этот шкаф и та верхняя площадка были на одном уровне. То есть у нас сейчас шкаф, а дверь будет только следующим движением. То есть они распадаются на один. Мне нужно, значит, эту платформу крутануть один раз вперед. Один раз вперед, и тогда они окажутся на нужном мне уровне. То есть один раз мы двигаем платформу, и теперь, по идее, они должны встать в нужную комбинацию. В нужную мне комбинацию. И еще разок. Да, да, доступудово. Блин, слушай, я мегамозг просто, я мегамозг. Если честно, мне стыдно, что я в прошлый раз до этого не додумался. Это же так просто. Вот, вот твой замок, все, пожалуйста. Пожалуйста, взламывай. Ой, рано. Подожди. Начнем заново. Если сбился с ритма, то все, это лажа. Надо сразу ловить ритм. Слишком быстро я нажал. Вот так вот. Все, снимает этот замок отсюда. Снимай отсюда этот замок. Опа. И теперь мне осталось только что. А теперь нужно засинхронить, чтобы я... А, так не обязательно. Подожди. А, нет, нет. То есть мне нужно сейчас засинхронить уже наоборот. То есть мне нужно, чтобы у меня вот эта синяя была сверху. А шкаф был... А шкаф был здесь. Это у нас будет раз оборот, два оборот, три оборота. А здесь будет раз, два. Нужно сделать, чтобы эта дверь оказалась здесь за три оборота. Это значит, что она должна быть здесь. Потому что будет раз, два, три. Ее нужно по кругу развернуть, чтобы она надо мной оказалась сейчас. Давай-давай-давай-давай-давай. И еще разочек. Правильно? И теперь по идее. Раз, оборот. Два. И три. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Да прыгай ты сразу до вверх. Зачем ты сюда цепляешься? Товарищ майор, как бы, ну это... Вы че? Вы че, в самом деле? Бля, конечно, эта загадка, она не сложная. Она не сложная, но просто я тупанул. Реально, я тупанул и не понял, как ее делать. Серьезно. А она на самом деле простая. Я думаю, что ты смотрел этот выпуск и прям кричал в экран. Иван, еб твою мать. Ты что делаешь? Поверни платформу, залезь сверху. Вот стопудово, стопудово было негодование. Потому что у меня, если честно, я когда догадался, думаю, да ладно. Неужели я затупил и настолько не смог это все взломать? Где мои элементы? Я не понял, почему у меня ничего не прилетает? А, не полный еще. Почему я не... Ха, у меня что, сломалось это? Уйдай, черт, все. Мне главное будет забрать из смерть машину. А, подожди, это проходка дальше. Нет, вон сундук. Вон сундучок. И комната отдыха есть. Подожди. На всякий пожарный, да, я сохранюсь, перезагружусь. Потому что я не хочу рисковать, чтобы из нашего летягина, из нашего летягина, чтобы ничего не вывалилось. На всякий случай сейчас перезагрузимся. Быстренько, аккуратненько. И все будет хорошо. Все будет замечательно. И я решил, что надо бы вкачать еще одну способность храза. Я думаю, что, скорее всего, вкачаем эту полимерную струю. Будем заливать всех полимером, а потом бить шоком. Я думаю, для роботов-то будет прям очень замечательное событие. Очень замечательно. Потому что я хожу с одним, а все-таки, ну, как бы, почему бы они не походить с двумя. Правильно? Так. Вот это полимерный бросок, да? Боевой полимерный состав. Давай, 20 всего лишь. У меня 90, если что, было. И на это установи. Высокое давление. Ну, давай. Давай, высокое давление. Давай, вкачаем. Что еще есть? Повышенный радиус химической реакции. Боевое токучное воздействие, нанесенного на цель, распространяется за пределы его местонахождения. Хорошо. Я только проверю, как это все работает. Я только проверю, как это работает, и сохранюсь на всякий случай. Так, у меня сейчас... Вот сейчас полимерный состав стоит. О, нет, стой. И типа бьешь шоком. И вот оно все наэлектризовано. То есть на робота так нанес, и потом поджарил шоком. Я думаю, хорошая будет сборочка, компоновочка. Лутягин. Зимно помрачнели. Что именно не так? О, для ПМК. И этот парень тоже был там. А, да, он же там ездил. Мы давно не спали, товарищ майор. А кажется, что я сейчас сплю. И кошмар снится. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это мираж. Было-было-было. Товарищ майор, было. Мы когда собирали яблочки... Мы когда... Ой, нет-нет. Мне же не перчатку нужно улучшить. Я хотел ПМ поставить увеличенный этот... Обойму увеличенную. Мы когда собирали яблочки, там был товарищ Лутягин. Так, вот магазин. Увеличенный. Есть. Е-бе-то-ч. Е-бе-то-ч. Что у нас вообще дает? Еще увеличивает емкость. Давай еще увеличим ее, пусть. Скорость прицеливания. Я не знаю, как это, конечно, магазин на это влияет. Ну, скорость прицеливания, значит, скорость прицеливания. Еще увеличение объема магазина. Хорошо. И увеличивает скорость перезарядки. 118. Не слабо, конечно, ты хочешь. Ну, ладно. Пока нету. Пока нету. Сколько у меня теперь в обойме? О, 21. Ну, это уже почти калаш. Это уже почти калаш. Почти, мне наверх нужно. А тогда что у меня там? Что? А обыск уже не удастся, да? Он все равно полный. Видишь, он полный. Но собрать я ничего отсюда не могу. Ну, это залагало. Это залагало или просто место такое здесь не очень удачное? Ну, с товарища Лутягина я как бы собрал. Подожди, я, кстати, не обратил внимания. Я собрал с него... А, тупик. Я не обратил внимания. Я собрал с него только чертеж или материалы тоже не пошли мне? Надо будет пересмотреть назад. Конечно, это будет обидно. Ну, ладно. Я, в принципе, здесь за чертежами, но ресурсы. Ресурсы-то мне тоже нужны. Я же, собственно, только... Ради чертежей залез, а чтобы поставить чертежи, мне нужны ресурсы. Данная цеховая турбина используется как в качестве улья для агрегат ПЧ-9, так и для привода электрического генератора. Нападаю. Блять. ...всего полигонного состава. Он, мне кажется, скорость, скорость выстрелов увеличил. Не надо целиться по тем, что с ящиками. Давай лучше целиться по тем, что с лазерами. Ну и хорош. Ну и все. Обыскать все надо. Вот, все. Не, я все. Я все получаю. Ну, спокойно. Я уже начал переживать, если честно. Просто, видимо, ящики какие-то были плохие. Просто были плохие ящики. Вот и все. Они не хотели мне давать ресурсы. Все остальное мне эти ресурсы дает. Но, если честно, я теперь буду стрематься, конечно. Я теперь буду поглядывать. Буду поглядывать за этим, как бы наблюдать. Присматриваться к ощущениям. Тогда и ни звука не было, никакого движения не было в картинках. И меня это как-то так засмущало. Ага, вот. И вот это еще, пожалуйста, мне. Все, все дается. Все, хорошо. Патрончики перезарядили. Ну, соответственно, вниз идем. Я больше вариантов не вижу особо. Так, я в турбине. Я внутри турбины. Опа. Вообще, по-хорошему, здесь бы по-тихому слезть. Но, как бы, легких путей не ищем. Крестик, значит, нам сюда. Раз здесь... А, нет, здесь тупик. Ну, здесь ящик. Что тут? Здесь ящик. Я считаю, тоже хорошо, что зашли. Патроны для калаша у меня уже уходят в инвентарь. Значит, у меня забит инвентарь. Ничего, мы скоро... Мы скоро это изменим. Мы скоро немножко потратим патронов. Так. А тут куда? О, направо. Ну, просто труп солдата, да? Жалко, это Элеонора его по факту убила. Ну, то есть, убиваешь, как бы, приятная женщина, но занимается вообще непотребствами. И это я про убийство, а не про его озабоченность. Как бы, озабоченные люди нормальные. Главное, чтобы они не распространяли на тех, кому это неприятно. Вот и все. О, серебряный. Лутягин, давно не виделись. Дай-ка мне, пожалуйста, сюда свои ресурсы. Так, что у тебя здесь? О, коллиматор. Это для калаша. А есть комната отдыха? Я сразу поставлю. Если у меня хватит ресурсов. Не, а здесь, кстати... А где комната отдыха? А, это же там Лутягин был бронзовый. Ну, я уже не буду возвращаться. Пойдем вперед, ее, может быть, где-нибудь найду. Я думаю, что где-то я это найду. Справа тупик. Слева. Слева проход, скорее всего. Задачи проектного отдела... Ой, были опять эти рычаги. Пункт первый. Получение и сопровождение разрешения на строительство новых испытательных цехов. Пункт второй. Разработка эскизов для реконструкции, ремонтов, строительства новых помещений и сооружений. А, вот такой вот. Пункт третий. Составление проекта... Рассказывай, рассказывай. Ты что не рассказываешь? Я бы с удовольствием пока улучшал, послушал бы. Так, калаш. Нет, прицельный... Вот, коллиматор. Бля, 20 на мне не хватает. Ха-ха, мне не хватает. Но я ничего разбирать не буду, наверное. Не, подожди, а что мне не хватает? Мне не хватает этих пластинок. Давай посмотрим, что вообще можно разобрать, где эти пластинки есть. Ну, как бы не особо, да? Не густо. Блин, жалко. Столкнулся, конечно, с этой проблемой. Это химия? Водка? Водки, химия? Серьезно? Да ладно. Слушай, химическая водка какая? Разбираем всю водку. Употреблять я ее не собираюсь, но вот химию получить с удовольствием. Тут что? А, ну тут уже друг. Это, кстати, тоже состав. У меня 91. Давай его тоже разберем. Пускай будет лучше в таком виде. Так. Ну, блин, я этих пластиночек что-то не наблюдаю. Мне кажется, пластинки, они будут где-то в прям очень крутом чем-то. У нас нет этого. У нас этого нет. Все. Автосортировка. Здесь тоже автосортировка. Аптечки маленькие. Забери себе, пожалуйста. Маленький монтаж. Пришлось немножко мне отвлечься. Чуть-чуть нужно было ответить на телефон. На телефонный звонок нужно было ответить. Ну, нормальная ситуация. Так. Чего у меня много, чего у меня мало. У меня, кстати, для калаша хорошо патронов. Есть парочка зарядок. Кстати, вот это лучше скинуть. И вот это взять сюда. Ну, типа, зачем мне таскать неполный заряд? Пускай лучше полный будет. По аптечкам все окей. Патроны для ПМки может потратить. У меня их много. И я сейчас как бы поактивнее с ПМкой похожу. Просто потрачу ее почти всю. Патронов для калаша не сильно много, кстати, есть на складе. Поэтому смысла их снимать нет. Ну, все тогда. Идем дальше. Нам нужна схема вот эта. А где она, кстати, встречается? У кого? Давай посмотрим. Микроэлектроника. Встречается часто. Ну, конечно. А мы этих роботов встречаем очень редко. Встречается редко. Блин, это почти Unreal. Это почти Unreal. Их вот так вот просто... А, подожди. А что я не буду разбирать? А что я не буду разбирать? Да, я разберу этот прицел с ПМ. Не особо я им пользуюсь. Ну, он нормальный, но не настолько мне... Я хочу коллиматор посмотреть. Так, тепловизор. Давай стандартный установим и все. Все. Стандартный. 37. То есть, ну, для тепловизора надо много микроэлектросхемы. Это сколько нужно для коллиматора? 21. Ну, блин, много тоже. Да. Ставь. Коллиматор. И коллиматор, я так понял, не вкачиваем. Да нельзя, что ли? Вот прям надо привезти сюда, да, мышку? Не очень удобно, конечно, сделали. Не очень. Так, снежок-торанный удар и электромагнитный излучатель для электра. Ну, как бы можем отсюда уходить. Можем отсюда уходить. Больше мне здесь ничего не... О-о-о, а неплохо. Вот коллиматор хорош. Коллиматор хорошая вещь. Ладно, двинули. Надо разобраться теперь, что делать мне здесь. Так, ну тут я банально не пройду. А мне туда надо, да? Ну, желтым отмечено, куда нужно. Я же, скорее всего, могу перепрыгнуть таким образом. У меня же не чая, паркурщик. Че-то не на то рассчитал. Товарищ майор, абсолютно вас поддерживаю. Подожди, тогда ящики? Стой, еще раз попробуем. Ну, так просто как бы... Тут стекло, я туда не попаду. Да точно не залезешь? Я, может, тут плохо нажал? А-а-а, я, наверное... Не. Ну, сюда мне тоже не нужно. Мне нужно наверх вернуться. Так, давай ящики тогда перекрутим. Там были ящики тоже каким-то желтым отмечены. Так, крутись. Трупа. Вот эти ящики. Блин, так они и стояли, наверное, с самого начала. А я их взял и перекрутил. Я как-то не думал, что, может быть, самого сходу просто именно то, что надо. Ну, прыгай. Ну, поехали. Там же была крутилка еще. Замочек откроем. Надеюсь, что это стекло. Хуй, тебе, Ваня. Так, ну, тут здесь угодно. Синенькое нужно сдвинуть. Ну, синенькое сдвинет желтенькое. Ладно, надо их развивать, короче, попу. А, подожди, стой. Чего я мучаюсь? Я зашел в тупик, поэтому мы делаем так. И... А, подожди, не тот же? Нет, не тот же. Не тот же. Все синий, синий. Так, желтенький теперь сюда подсунуть. Желтенький есть. Осталось зеленым разобраться. А зеленый нужно мне круто. Блин, ну, он, конечно, зацепит синий сектор. Ой, подожди. Не, что я какую-то фигню делаю сейчас. Стой. А, ну вот. Молодец, Ваня. М-а-ла-дец. Я считаю. А что мы сделали? А, не, только мы прошли туда. Не, не туда, мы просто срез открыли. Ну, ладно, мы сюда, наверное, нужно потом взять. И что он крутит? А, он снизу что-то прокручивает. И что он прокручивает снизу? Подожди. А я дальше отсюда никуда не попаду, да? Дайте, пожалуйста, мне ресурс. Микро. Есть, микроэлектроника. Хорош. Так, я снизу перекрутил. А сверху не надо перекрутить. А если перелезть на ту сторону? Могу? Ага, ну конечно. Ну здесь, естественно, не запрыгну. То есть странно, что он не может на ящике наверх залезть, да? А вот в манекенах застрять это всегда, пожалуйста. Ну все, я застрял. Я же недавно сохранялся, да? Прекрасно. Прекрасно, что я недавно сохранялся. Если бы я сохранялся давно, было бы, конечно, засада. Но сейчас опять придется заниматься всей этой фигней. Следующий совет. Следующий совет. О, если хотите стрелять, стреляйте. Если хотите бить, бейте. Но не стоит понапрасну привлекать внимание домашних животных. Так, куры сами на меня нападали. Как бы я их не трогал особо. Так, калиматор есть? А, калиматора нету, погоди. Стрелять. Стрелять мне необходимо получше. Для ПМа, понимаешь, ПМ не сильно дальнобойкий. Можно со стандартным спокойно. Со стандартным спокойно бегать. А вот для калаша хочется калиматор. У меня нет рецепта калиматора. А где я вообще оказался? А, я здесь, рецепт все. Вот и товарищ Лутякин. Вы сильно помрачнели. Что именно не так? Ничего. Бля, где-то еще приснется. И этот парень тоже был. Возьмите себя в руки. Вы давно не спали, товарищ майор. А кажется, что сейчас сейчас качаюсь. И кошмар сниться. Это не кошмар. Это мир наш. То есть я оказался еще где-то дальше. Ёпт, еще до вентиляторов. Я понял. Ну давай. Давай. Мне, слушай, реально на ПМке даже удобнее так целиться, если честно. Надо было встречать их. Я не знаю, сработает или... О, слушай, я кого-то сбил с шоком. Да не, не кричи, не чай. Успокойся. Все? Все. Ну теперь, правда, всех опять обычи. Опять пролезь по трубам. С текстурами надо здесь поаккуратней. Самый главный враг этой игры это текстуры. О, шок. Скай-шоком. Пускай будут наэлектризованы. Зря что ли вкачивали. Будем пользоваться. А, окей. Так, и ящики тут стояли. Ящиков нету. Где ящики делись? Блядь, ящики зажали, представляешь? То есть ящики рандомные. Опа, тихо. Ящики, получается, рандомные. Сейчас ящиков не было. Так, тут у нас ящик. Большой. И пройти. Кстати, на ПМке 13 патронов всего лишь, если не увеличивать обойму. Так, здесь просто трубешник. И нам, значит, туда. Так, получается, второе испытание это было просто нападение роботов. Так даже не совсем интересно. Мне, конечно, если честно, эти загадки со штурвалами уже достали. Ну, честно, мне они уже надоели. Мне не нравится их разгадывать. С электромагнитными как-то по прикольной загадке. Вот, коллиматор для калаша нашел. Все. То есть я просто не сохранился тогда. Вот дурочело, а. Че ты не сохранился, Вань? Не пришлось бы заново все это проходить. Вот. Вот здесь что не сохранилось? Сейчас мы скачаем все и будем сохраняться. Майор, оружие. Оружие. Оружие, моя дорогая. Мы же, кстати, тогда еще поразбирали всякой фигни. Ладно, давай сейчас быстренько разберем тоже. Ой, нет, не эту. Вот, водочку. Блин, еще так долго разбирай. Химия нужна. Если б я знал, что с нее химия падает, я б уже давно это все разобрал. Это что? Я получу ресурсы, динамо. Да зачем мне это динамо? Я получу три химии. Три химии и десять чего-то там еще. Парочку, конечно, оставлю, пускай на всякий случай лежат. Я, может, потом научусь ей пользоваться. А это что? Еще и здесь три химии. Капсулы, адреналин. Да, не пользовались ни разу. Не жили богато ничего начинать, поэтому смысл нам ей пользоваться. Ну и немножко этих разберем. Все, ресурсы мне чуть подзатарились. Зря, что ли, собираем? Действительно. Так, ПМ. На ПМ мне нужно поставить магазин. Установить. Величить магазин. Так, а дальше величие объем. Вот, скорость прицеливания надо. Объем магазина опять надо. Скорость перезарядки. Вот, мы тогда не смогли вкачать, потому что химии не хватило. А сейчас мы подразобрали, и химия у нас полный полно. Так, для калаша мне нужен коллиматор. 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 Ну и все. Теперь сохранились. Идем за носим. Проходите. Так, тут ящик остается. Блин, опять сломать эту цветную ловушку. Опять сломать эту цветную ловушку. Я их так не люблю. Падаем. Ты заметил, что на полигонах музычка играет постоянно? То есть, ну, ребята здесь прям балдели. Так, а что тут, кстати? Труба. И там проход какой-то. Наверное, вот по этим штукам как-то нужно будет подлезть и туда залезть. Попробуем. Только сломаем сразу цветную индикацию. Не вижу вообще вариантов. О, а здесь уже вариантов вижу, скорее всего. Хе-хе, выхажете, да? Фиг я какая-то. Так. Почти. Мне надо сдвинуть на одну влево их все. То есть, вот так. И вот так. Сейчас должно сработать. И обязательно сохранимся. Будем сохраняться почаще. Как нам показывает практика, лучше это делать. Непременно. Опа. Ну, или сейчас застрянут. Не придется опять замок изламывать. Так, подожди. Я вылез сюда. А мне нужно вниз. Я там что-то перевернул внизу. То есть, вот, типа сюда допрыгнуть надо как-то, да? А что здесь у нас? А у нас всего два варианта. Либо труба. Блин, надо было трубу брать. Надо было брать трубу, и я бы вот отсюда просто туда переполз. Все. Пойдем за... Даже пытаться не буду. Пойдем за трубой. Даже не буду пробовать. Тем более тут один раз подбежать, штурвал этот крупный. Вот сюда. И вот один раз чисто, да? А, нет. А, на трубе решетка с этой стороны. То есть, здесь перекроется проход. Ах, вы засранцы, хитрюги, а? Тогда надо... Тогда надо пробовать как-то на эти залезть штуки. Тогда надо как-то пробовать на них. Хм. Хм. И то не факт. Не факт. Может быть неправильно. Я мог... А это что? Я не допрыгну. Да. Ну, я так высоко не запрыгну. Так, это не вариант, нет. Это не вариант. Надо думать. Так, нам надо думать. Нам надо думать, 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 думать. Как мы туда можем пролезть? Ну, можно трубу вот так поставить, и я доберусь до этих. Но смысл какой вообще в этом? Куда я там залезу? На платформу? А, а подожди. А если я сделаю так? И что, я вот нижнюю часть сейчас могу крутить? Нет, вообще не происходит ничего. Хе-хе-хе. Вообще пофиг. Поливать. Так, ладно. То есть вращаться по своей оси может получать столько... А, ну да, только этот текст. А там еще штурвал есть. Ну, значит, я правильно понимаю, что мне нужно туда. Интересненько. То есть смотри, сейчас либо здесь закрыто... А вот так я не пролезу. А их... Все. Что дальше? Ну, блин, я не знаю. У меня пока нету мыслей. У меня пока мыслей нету. Что хотите? Куда мне вообще попасть надо? Куда мне нужно дальше пролезть? Я просто покрутил. Ладно, мы сейчас покрутили, сбили, получается, все. Ну, потом разберем. Все, вот, сундук собрать. А, мне нужно сюда, наверное, наверх. То есть мне нужно сюда. А там мы пойдем вниз. И здесь будет, ну, решетка. Ну, я отвечаю, эти зачем здесь? Зачем-то нужны? Я надеюсь, что я пролез не через текстуры. Потому что, скорее всего, так оно и произошло. Подожди. А тут что? А, туда мы... Куда мне надо? А мне надо на ту сторону. Нет, что-то я неправильно сделал. Что-то я сделал неправильно. Давай думать. Мне нужно попасть... Куда? Вон туда. То есть мне нужно как-то... Как-то мне нужно что-то сделать, чтобы мне попасть туда. Вот сюда. Ну, ты же раньше цеплялся, нечая. Ну, серьезно. Ну, вот даже я бы залез. А если по оси своей покрутить? О, подожди. А перепрыгнешь-то так далеко, нет? Нет, не перепрыгнешь. Тихо. Спасибо. Так, а какая из них крутит по кругу? Ой, не-не-не-не. А стопа? Стопа, 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 стопа. То есть... Круто. Не, ну мы по этой штуке залезли туда. Вряд ли мы здесь допрыгнем. О, ладно. Хорошо. Вопросов нет. Вопросов нет. О, вот и оружие. Ладно. При возможности нам стоит поискать и другие наушные полигоны. Ой, ну если честно, мне полигоны уже поднадоели чуть-чуть. О, для электро, ладно. Что у меня осталось по полигонам вообще? Давай посмотрим, куда мне еще нужно слазить. Так, для электро я что-то нашел. Показывай. Так, для электро я нашел... А, поражающую головку новую, нет? Блок энергии. Что я нашел? Она же закрыта. Полигон 12. А я не был на 12. А, вот это. Электромагнитный излучатель я нашел. У меня штатный ствол. И он просто... Просто уродно носит. Ударом заряда на краткое время вызывает дисфункцию управляющих робота. После достижения определенного заряда цель теряет роботоспособность. Ну давай. Это круче, типа. Электромагнитный излучатель круче. И он, скорее всего, на прицеливание мое не повлияет. Ой, я случайно вышел. Он, скорее всего, на прицеливание не повлияет. Просто будем сейчас вкачивать. Сколько у меня хватит ресурсов, сколько... Увеличивает урон. Хорошо, согласен. Увеличивает время оглушения. Тоже неплохо. То есть я буду глушить еще робота. Увеличение урона органики. Да зачем вообще-то? Органика это... Мачеткой рубится. Так, ну все, мы здесь закончили. А, я хотел посмотреть... Мне для калаша нужен... Что мне нужен для калаша? Мне для калаша нужен увеличенный магазин. Насколько он мне сильно нужен? Давай так подумаем. Давай так подумаем. Насколько сильно? Да сильно. Хочется. Десятый полигон. Все, пойдем. Пойдем в десятый полигон. И все. И вот в десятый больше не пойду. Если честно, полигоны надоели уже. Вот когда один за одним прям их проходишь, прям... Ну, скучно. Одно и то же. Одно и то же. Сам понимаешь. Это уже вторая серия, третья по полигону. Теперь, конечно, жирно будет. В один день вылетит прям куча целой серии. Кстати, прерваться пришлось, потому что звонили. Я себе эту шпаклевку заказывал. Должны были сегодня привезти. Я завтра хотел пошпаклевать стены. Не привезут. Привезут только послезавтра. Воскресенье. Ой, я... Блин, я хотел за выходные. У меня сейчас вот выходные были. Хотел зашпаклевать. А не получится. А не получится этого сделать. И это очень печально. Это очень печально, если честно. Я хотел, ну, выходные были. Хотел заняться ремонтом. Ну, дробовик я не зря достал, да? Очень хотел заняться ремонтом, если честно. Да, не выйдет. Ой, слушай, все. Погнали к грибку. Сохранимся на всякий случай. К этому грибочку. Я заскочу туда, сохранюсь. И осмотр... Ну, подумаем, куда дальше бежать. Десятка дырка. Здесь все-таки можно плавать. О, прикол. Ну, в смысле, в этом озере. Я просто в этом озере все только это. Ходил. Так, это вход в полигон. Там ромашка. Там летают засранцы очередные. У меня здесь больше ничего нет. А, эти стоят, ждут там. Че стоим ждем? Кого ждем? Не нравятся они мне. Их где восстановили, они там и стали. Так, давай, мы сейчас электро будем проверять. Сохранились и двинулись. Сохранение датных. Здесь ничего нет интересного. О, есть. Щебеталь сейчас послушаю. И поезда исправно ходят. Снова Элеонора? Эээ, Михаил Андреевич, там что-то ремшкаф барахлит. В домике возле дренажки. Я заказал ящик с инструментами, но вместо этого прилетел шмель какой-то сумасшедший и бросил мне огромный контейнер. А я даже залезть в него не могу. Разберитесь, а то мне никто на звонки нет. Блядь. На ходу не сбить. А ты че летаешь дальше, я не понял. Эээ, не знаю. А, может это я с ПМ путаю, кстати. Давай откроем карту. Давай откроем карту. Нам нужен полигон номер 10. Он вот здесь был. То есть нам просто вверх по дороге подняться и направо. И у нас здесь есть гриф, есть камера. Будем через гриф это все делать, я понял. Жалко. Жалко его. Ну, до всех людей жалко, на самом деле. А, это бобинка. Я не знаю, я доберусь, не доберусь. Туда до 10 полигона. А где музычка играет? А, вон стоит москвич. Да ладно. Вон же, нет? Там 10 полигон. Я правильно смотрю сейчас по карте? Нет, это что другое? А, это комплекс коллектив. В 9 не хочу. В 9 вроде ничего прикольного нет. Я не знаю, что мне еще нужно, в принципе, по оружию. О, сохранялочка. Маяк. Давай сохранимся. Я думаю, что мы слазим на 10 полигон. И... Блин, пойдем тачку возьмем. Пойдем возьмем машину. Лень. Лень мне идти пешком. Так, да, я сейчас посмотрю по карте только, где мне сворачивать нужно. Чисто заехать наверх, на горку. И за хребтом этим будем. Ну, далековато идти. Далековато. Долго идти будем. А на Москве чеща долетим за тресеки. Тем более под музычку такую. Вообще нормально качать. Это точно ради волна будущего. Почти восстановил, да? Эээ, жалко нельзя почти восстановленных звить. Блин, занесло. Москвич, сорян. Пора валить. Жалко, москвич. Блин, ладно, не буду я проверять на тебе ракетницу. А это вообще выносит пополнить. Иди сюда. Вероятно, скоро врагов станет больше. Я соберу, я хочу с него собрать. У него может встретиться микроэлектросхема. Давай, давай, давай. Блин, нет. Ладно, уходим. Тем более здесь... А вот и гриф этот. Мне этот гриф нужно опустить. Где только у него центр управления. Так, будку вижу. Там уронили. Ты видел? Ну, уронили этот ящик, он улетал. Блин, здесь много всяких. Инфраструктуры. Вот минус, минус. Он маленький, его в траве особо не видно. Его заклинили. Слушай, хорошее я себе улучшение сделал. Ой, на этом лучше мне. Смотри, его клини тоже. Ха-ха! Нормальная тема. То, что надо. Пазука пошла. Пусть первый раз. А, ну он просто открылся для удара. Ну, в смысле он открылся для сбора заряда. Так, мне нужно найти, где пункт управления у вас. А, там где-то. Да ладно. Ну, пойдем поищем. В доме? А, на доме. Вон, вон, вижу что-то есть. А, нет, это генератор. Не слушай. А, в доме. Я хочу этого разобрать еще. Иди ко мне. С них ресурсы падают. О, вовчика. А как вовчика заклинит, интересно. Да, сам наброситься. Не подходить. Блин, я слишком близко к кулью это все делаю. Давай быстренько собираем ресурсы и валим. Пока не восстановили. Да. Почему? А, во, во. Нет, это не с ним. Не, ну это без... Это беспредел. Я не могу собрать с этого. А, забрал что-то. Все, уходим. Я сейчас в дом запрыгну, меня там не достану. Ну и все, и разбирайтесь там дальше, как хотите. Разбирайтесь как хотите дальше. А может его восстановят, и я смогу тогда с него собрать ресурсы. Так, блядь, здесь еще один уль. Куда вам столько ульев? Надо гриф перезагрузить этот. Я открою себе комнату и перезагружу гриф. Так, это наверх надо лезть как-то. А, вот рубан. Как? Ну по-друге. Так, тихо. А где-то он снизу бил по мне. Точно. А, вот пункт управления нашел. В натуре ебанулись. Так, ладно, я пойду прятаться. Все, меня здесь не достанете. Ну пытаются. Слушай, дом не спалить. Дом не спалить. Тут центр управления между почвами. Так. Мне нужно что? Полигон 10. Что у нас по камерам возле полигона 10? Я здесь что-то нажал. А что я нажал? Он меня жарит. Он сбил одного-другого. Один другого сбил. Ты видел? Ладно, эту камеру даю. Лифт выехал. Здесь свинарники. Этот секретный вход. Так, ладно, да. Сейчас немножко позбиваю этих засранцев. Вы не восстановили... Валанчик? Все, я понял. Скоро здесь будет жарко. Сейчас будет жарко. Касси у ясь конюшину. Не знаем этот трек. А вот этот не знаем. А что здесь собрать сможет? Все, собрал. Это какой-то... Это какой-то очень-очень прикольный ремикс. Остановись! С них плохо достаются ресурсы. Ладно, все, валим. Не буду рисковать здоровьем. Ой, так здоровье тоже немного осталось. Все, влив. Давай запрыгнем и валим. У меня, кстати, мало патронов уже. Мне придется взять немножко патронов для ПМ. А то я как-то разгулялся. Да, свидос. Все, уехали. Смотри, для ПМ осталось две обоймы. Ну, здесь все в порядке у нас хотя бы с патронами. Мы сейчас возьмем электро. Если у нас будут какие-то там роботы, мы сможем с электро с помощью электро с ними разобраться. Так, у меня, кстати, что у меня сейчас? У нас тужа и полимер есть. Не знаю, зачем я полимер качал. Будем шоком его шочить. Шотить будем их. Две маленькие есть. Зачем я с собой маленький таскаю? Надо скинуть. Или использовать. В следующий раз использую маленькую. Потому что сейчас большая взялась на выбор. Но я не виноват. Я их дешевле шоу. Полигон. Вход всегда какой-то свинарник. Вынужден отметить, что рядовые сотрудники попадают на работу посредством фуникулерной линии, которая в данный момент, как вы заметили, не работает. Тоже метро. Свинарники? Это дополнительные секретные входы. Где такие, как вы, товарищ майор? Знаешь что? Ничего. Раз решила его постебать немножко. Так. О. Непон. А, с этой нести только если шоком шарахнуть. Так, подожди. Это полимер, что ли, лежит? А ты... Открывай двери. Открывай. Вон же на нем лежит. О, все, заходим. То есть, без вкачанной способности вот этой полимерной струи ты бы сюда не зашел. Ну, это, конечно, свинство делать... Делать вот эту вот... А, так, дверь закрыта. Это свинство делать эту способность только для того, чтобы пойти. Ясно, мне нужна вторая свеча. А, или сюда надо. Так, здесь все завязано будет... А, вот свеча. Мне нужно как-то попасть туда. И как это сделать? А, мне не... А, конечно. Я ж не заметил. Вот же, вот же. Вот же, как это сделать. Сейчас надо кинуть ее просто хорошо. Ага. И теперь я могу нажать. Правильно? Ничего не происходит. Нет, ну не попал. А давай, если так. Ага. Теперь откроешь дверь. А, это же были кнопки для двери точно. Вот тоже странно. Зачем делать кнопку так далеко от двери? Ну, то есть, какой в этом практически смысл? Чтобы ты пока нажал, пока она откроется, ты доходишь. То есть, типа, для удобства. Идет ученый. Нажимает. И не останавливаясь, идет вперед. И тогда она к этому моменту как раз открывается, да? Так, у нас здесь электромагниты. Опа. Так, подожди. Ну, я вижу вон дверь, кстати, какую-то вижу. Сегодня будут танцы. А, надо сюда втыкнуть. Ну, слушай, у меня сейчас включен режим стримера, и я все-таки... Так, блядь. И я все-таки больше чем уверен, что они лицензировали музыку просто за... Заремиксили. Скажем, назовем это так. Заремиксили. Что у нас здесь происходит? Так, еще одно. А, это не работает. А, как мне достать? Сейчас, подожди. Наверное, надо повыше надзалезть, да? Давай, залазь. Так, 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 так. Дай подумать. Как одной свечой это сделать? Мне, чтобы запитать эту сторону, надо туда кинуть свечу. Потом вот эту бахнуть, она поднимется, мы здесь это заберем. Но, когда эта сторона работать не будет, пусть мне нужна еще одна свеча где-то. Вот она. Собственно говоря. Так, подожди, а если вот сейчас... Опа. Ну, я не залезу сейчас наверх тогда. Без этого. Ну, или теория. Не, не достану. Да. Хорошо, что теперь мне делать. А, все, понял. Можно было даже не перелазить. Понял, 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 понял. Иди сюда. Фу, поймем. Я надеюсь, что я свою вот эту глупость... От своей этой глупости не буду сейчас проходить весь полигон заново. Делайте то, что делаете. Однажды это вас к чему-нибудь да приведет. Слючи совет. Не расходуйте патроны там, где можно обойтись по ножовщиной. Согласен. Совет раз. В этом мы с тобой думаем одинаково. Бля. Ну, естественно, естественно, естественно. Что естественно, то не сверхъестественно. Конечно. Как же заметили, не работает. Тоже. Метро. Послушаем еще разочек подъем от краза. Знаешь что? Ничего. Иди лучше. Ладно, мы знаем, как проходить, поэтому пройдем быстро. Быстро, красиво, чисто, аккуратно. Так, нет. Не на эту кнопку нажал. Так, дверь открыть. Слушай, интересно, с собой свечу забрать можно? Ну, типа. Ха-ха-ха. Хорош. Я притащил свечу свою, бля. Мы сейчас просто вот так это сделаем. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Если это прокатит, это будет ора. А хер ли это не прокатило бы, да? Чего бы это не прокатило бы? Игра не проверяет, да? Ха-ха-ха. Погоди. А, вот сейчас не получится. Не, вот сейчас не получилось. Дверь не в ту сторону закрылась. Ну ладно, ладно. Здесь я схитрил, ты видел? Ты видел ту хитрость? Опа. Товарищ... Я забыл, что его зовут. Забыл, простите, как вас зовут? Давай сюда все, что есть. Для калаша увеличенная обоина. Прекрасно. Прекрасно. Сейчас бы сохраниться. Сейчас бы сохраниться, а то если я где-то опять даю, не хотелось бы мне начинать заново. Есть в каком-то сохранении? А как это сделать? Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Блин, ладно. А, ну там две двери. Там две двери. А на какое-то время еще действует. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Все, теперь вторая дверь тоже открывается. Ну, вторая будет действовать дольше. Я же вторую потом сделал. Ой, все хорошо. Для этого шоу... Собственно, для этого я все и прокачивал. Струю эту. Не знаю, не знаю. Чисто по-физу. А если бы я сюда без этого пришел, долго бы я догадывался, как туда попасть. Давай все обыщем. Поставим калаш сейчас увеличим в магазин. Элеонора. Добрый вечер. Оружие. Оружие, моя хорошая, оружие. Улучшение. Я не знаю, сколько эта серия выйдет. Мы в этой серии будем идти до конца полигона, скорее всего. Поэтому я... Серия будет большая. Отлично. Так. Увеличивает объем магазина. Еще раз. Увеличивает скорость прицеливания. Спасибо. Увеличивает объем магазина. Давай. И увеличивает скорость перезарядки. Не хватает этих пумпочек. Мы сейчас этих пумпочек себе сделаем. Этих пумпочек будет целая гора у тебя. Вот этих вот пумпочек. Этого не здесь? Конечно, у меня вон, смотри, сколько аптечек. А я за... Слушай, а я не поставил, сколько надо. Блин, надо было поставить, сколько надо, а потом уже этим заниматься. Ладно. Два редка сейчас разберем. И посмотрим. Маленькие аптечки уже вообще ни к чему. Я не знаю, зачем они. У меня целая гора больших и средних. Давай три ряда. Вот, чтобы уже не возвращаться просто. Так, склад. Я хотел посмотреть, сколько у меня с собой аптечек. Вот маленькие не нужны мне. И да, я парочку больших возьму. Хотя, зачем мне сейчас большие? Оставим на крайний случай. Так, улучшение. Талаш. Магазин. Все, много? А, 89 надо. Пим. Пим. Так. Надо, наверное, разобрать побольше, потому что по любасу они потом понадобятся для ПМ и для коллиматора. У меня 19 этих микросхем. Блин, вот микросхем может не хватить. Так, улучшение. Все, ладно, качнем калаш, а там будем смотреть. Там будем смотреть по ситуации. Есть. А что для кассетника надо здесь? А давай сюда. Вот так вот. Все. Ствол. О, опять этих пумпочек не хватает. Ну, ребят, займемся. Займемся. Серия будет большая. Серия будет длинная. Поэтому я случайно взял себе маленькую, да? Разберем все. Это надо будет за серии, наверное, лучше сделать. Так, там было 112. Хорошо, что у меня птичек целая куча, да? Все, мы калаш просто гасим в максимум. В максимум, который возможен. Все, калаш будет на... Ну, это все-таки основное оружие почти. Ну, как бы, ну, ты понимаешь. Там и критическая ситуация. Я, естественно, достаю калаш. Все, маленькие мне не нужны. Я их никуда не буду использовать. Они у меня так и будут висеть здесь, на этом складе. А сейчас они пойдут на правильное дело. Все, этот рядок разбираем. Идем улучшать калаш и идем дальше. Все, калаш на максимум. Полностью все. Все читали. Приклад, ствол, кассетник, магазин. О, может быть, энергокинетический приклад. Где? 12-й поликон. 12-й поликон. Не пойду я на 12-й поликон. Все. На 12-й поликон не пойду. Сколько у меня обойма? Что-то землю не хочется. Все, это много. Так, ладно. Специально для международных поставок роботизированной силы в дружественные страны предприятие 3826 разработало высокопрочный гельметичный контейнер «Сухой» для безопасной перевозки тяжеловесных грузов по морю. Контейнер «Сухой» выполнен из высококачественного газа. А-а-а! Спецплава СТОБИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТЕРЛИ все откроем не кстати обыскать их слишком быстро убил были на я а до 2 доберусь сейчас поджиги то было моё все все мою то вернуть так знаешь что а эти же со счетами я хотел по ножовщину устроить ну ладно патроны кстати для калаша у меня тоже есть поэтому сейчас немножко порезвить слушай они будут бесконечно лезть или мне можно просто ну их всех убить так как не залезть не вот и я а вот и я а куда мне надо ну давай логически ну будем предполагать сейчас если это цех подправки хотя это полигон разрабатывающий здесь мысль какой-то цех это не завод по производству роботов сейчас я вас дробовичка мысли это он гнездо а вот сюда детьте сюда а все закончились все хорошо теперь можно спокойно тогда найти выход если честно я не совсем пока понял куда то есть ну я так бегло конечно же осмотрел сюда и пыталась ладно не хочет он по этим лазить хочет по этим только куда чего а вон а 2 как открыть оттуда оттуда ты что и не запрыгну туда оттуда залезу уже не залезу а вон наверно куда нет не подведи нет ну по машине тоже не пролезем это там чисто чистое чисто чисто карта все для ты понимаешь что я хочу сказать по ним ты меня понял нам не нужны слова чтобы понимать друг друга мы уже может только столько лет столько лет вместе ты понимаешь мне без слов а я не понимаю пока куда идти это ну я понимаю что мне туда как нет этой херни добраться скорее всего зайти сюда но она закрыта а эти штуки я могу двигать погоди не могу да ладно я ж мог платформе двигать так свечу нигде не надо поставить здесь обратно мы уже не вернемся да тихо нет обратно можем вернуть но я здесь не залезу да ну нахер это нужно было здесь залазить серьезно вы че влезть то есть можно было в теории просто залезть сюда ни с кем не сражаться и вот так вот это это на ебка года я считаю я считаю что меня обманули то есть я я обманут обманут однозначно однозначно неоднозначностью этой игры так давай давай майор у нас время поджимает сроки горят скоро пара серию заканчивать так и сюда выпрыгнешь спасибо патронов накидали ракеты для гребеша кстати крепышом не пользуемся но крепишь крик крик и крепыша я оставляю для серьезных вопросов для то есть ну так на повседневек я его не ношу это на выход есть у меня подозрение что здесь где-то и должен быть серебряный гласа нас мы чуть-чуть у не пропьешь о и комната отдыха мы сейчас сразу крепишь у посмотришь там за скроем это в засранца такой крепышу как он крепишь коллиматор для пм пойдем поставим дают авторизация ушки ушки ушечки мне пожалуйста климат 4 нормально могу поставить все можем выходить отсюда дальше делать 10 нечего ладно тут еще мина ловушка какая-то и что-то там еще может а все коллиматор же не прокачивать кассетник может качнуть а давай вкачаем кассетник есть пока ресурсы давай вкачаю все не хватает химии и хватит так окей теперь у меня на пм тоже по коллиматор стоит ну не знаю не скажу что супер удобно ну то есть не скажу что прям вау на калаше прям вау было а тут нормально нормально я уже из баллона понимаешь я уже я уже в этой жизни видел все слава богу не надо здесь свечи никакие тягать скорее все перепрыгнуть на эту на почти у девчат сегодня будут танцы а дальше не знаю а дальше не знаю 10 девчонок девять ребят одна бедная девчонка стоит себе за любит бизли а что я нажал если пищу заметил что тут изменилось конечно же было бы просто замечательно но я не заметил а наверное дверь открыл залезу нет слушай ты тот еще надоедливый черт несмотря ни на что хочу сказать спасибо ты и вправду оказался полезно один бы эту благодарю моя батарейка только вместе с вами товарищ майор только ради этих слов стоило лезть в этот полигон наконец-то наконец-то майор признался что храс полезен и если честно мне это очень сильно радует и на этой хорошей прекрасной ноте заканчиваем серию блин у меня по таймеру вообще уже там куда-то какие-то сумасшедшие цифры показывает таймер все серия закончена спасибо что досмотрел ее до конца эту огромную серию в следующей серии будет сюжет не полезен на полигон полезен по сюжету счастливо пока до свидания